Всем привет, это UwebDesign. Продолжаем наши обзоры на веб-технологии. Сегодняшний ролик будет про релиз WordPress 4.3. Новая мажорная версия, в ней добавили огромное количество изменений. Мы неоднократно обсуждали в подкастах, смотрите их у нас на канале, про то, что ожидается в этом релизе. И давайте посмотрим на это чуть-чуть поподробнее. То есть вообще, если бы этот релиз назывался не Билли, в честь джазовой певицы Билли Холлидой, то я бы его назвал «Кастомайзер к нам приходит», потому что огромное количество нововведений было добавлено именно в кастомайзере. Вот так выглядит наш сайт, так что сейчас я разверну на полный экран. То есть я тут накатил пустую 2015 тему, поставил туда какой-то базовый стиль, прошу разделять блоки один от другого. Кстати говоря, я очень удобно накатил юнит-тесты для нашего сайта svptest.io. Здесь можно просто скачать с их гитхабом всю мастер-ветку и после этого импортировать ее с помощью vp-cli. То есть импортировать на самом деле с помощью плагина. Кстати, про vp-cli смотрите у нас на канале. Это просто гениальная утилита, она очень крутая. Она настолько экономит время, насколько вы даже себе представить не можете. Объясню, почему именно здесь я об этом говорю. Сначала я установил плагин WordPress Importer с помощью вот этой вот команды. Вы посмотрите на видео. После этого я импортировал, причем просто команда vp-import, XML-ечку и создать авторов, которых не существует. И здесь вы видите, все attachment-ы импортируются, то есть вложения. И очень часто мы импортируем даже не юнит-тесты, а какую-то информацию со старого сайта, в который существует огромное количество вложений. И нам нужно, чтобы сервер не повесился, потому что обычно, если мы это импортируем через веб-интерфейс, то у нас тайм-аутится запрос, и мы все attachment-ы не успеваем подвесить и так далее. Это, конечно, от хостинга зависит, от того, сколько там выполняется PHP, но такая проблема есть. Так вот здесь в импорте через консоль все работает нормально, но достаточно долго импортировалось. То есть в 10.36 у меня это началось. И где здесь? В 10.39 где-то закончилось, там в 10.40. Поэтому оно получается намного быстрее, и попробуйте обязательно. Так вот, я тестовую дату, информацию сюда вкинул, посмотрим, здесь есть стики, посты и так далее. Обратимся к консоли. С виду все выглядит примерно так же. Здесь новости WordPress, здесь активность и так далее. Это версия 4.3, вы видите, здесь в углу написано. Добро пожаловать в WordPress. Но если мы пойдем обратно на сайт, то к нам бросится в глаза, что появилось меню настроить. То есть давайте напомним, у меня здесь WordPress 4.2.4. Не смотрите на то, что называется 4.2.2. На самом деле он уже обновлен до 4.2.4. Сейчас посмотрим, это в админке. Да, вот WordPress 4.2.4. Меня склоняет обновиться на 4.3. Так вот, здесь раньше было настроить вот в этом меню. Открывало кастомайзер. Здесь теперь кастомайзер открывается вот этой кнопкой, и здесь почти ничего в выпадающем нет. Есть виджеты, есть меню, которые ведут на соответствующие страницы во внешнем виде. Виджеты и меню. Теперь это можно настраивать в кастомайзере. Первое самое большое нововведение. Это виджеты уже были здесь. Если мы сравним, вот виджеты. Это отдельный пенел, то есть он вот так на него переходит. Вот это секшены, а вот это пенелы. Подробнее можете посмотреть у нас в ролике на канале про кастомайзер. Записывали. Довольно-таки большой. Там описывается, как эти секшены и пенелы делают. Вот был уже пенел виджеты. И здесь он тоже есть. Сохранилась область для виджетов. И вот он здесь даже подсвечивается. Насколько я помню, кастомайзер это бэкболом приложение, поэтому все удобно. Кроме этого добавился пенел меню. Его здесь не было. В WordPress 4.3 можно кастомизировать меню прямо из кастомайзера. Простите за эту автологию. Empty menu, long menu, testing menu. То есть здесь в области меню можно основному меню присвоить empty menu. После перезагрузки достаточно долго происходит. Но empty menu у нас нету, поэтому не обязательно. Long menu. То есть здесь меню в 2015, оно поверх сайдбара открывается. То есть если мы сделаем testing menu, я так понимаю, там короткое что-то. Та-та-та-та-та-та-та. Долго, кстати, перезагружается. Не такое уж производительное это приложение. Кастомайзер. Тем не менее. Ладно, не важно. Long menu пусть останется. Я хочу покинуть страницу. То есть еще что можно сделать, это поменять меню. Кстати, если вы обратите внимание, то здесь название и описание сайта это section, я уже сказал, выпадающий. Теперь это все пенелы. То есть даже цвета уходят на другую страницу. Вы можете видеть, цвета остались те же. То есть здесь 4 контрола. Основная цветовая схема, цвет фона, цвет текста, заголовка боковой колонки и так далее. Здесь то же самое, но открывается уже как пенел. То есть они, в принципе, неплохо так это все сделали. В свойствах сайта дополнительно, кроме названия и описания, появился еще один параметр. И это иконка сайта. Про иконку сайта можно очень долго говорить. И скажем только, что она относится и к фав-иконке, которая отображается здесь, и к Apple Touch иконке. Я здесь уже загрузил. То есть вот я выберу готовую иконку. Здесь показывается, как это будет выглядеть в фав-иконке. На примере Google Chrome, насколько я понимаю, как это будет выглядеть на вашем айфончике. То есть все, вы можете это добавить, сохранить, опубликовать. И после этого, если мы посмотрим сейчас на код страницы, просто где же это добавляется, то мы увидим, что это добавляется, как обычно, real icon. Там в большом блоке. Так, через маленькие, да? Через одинарные кавычки. Нет. Значит, шорткат-айкон. Нет, real icon. Не знаю, почему я не находил. В двух размерах. 32 на 32, 192 на 192 в JPEG. Apple Touch Icon Precomposed тоже здесь. И MS Application Tile Image. Это для того, чтобы биндить в Microsoft Edge, в 11 интернет-эксплорере, как закладку. То есть большой квадрат используется. 270 на 270. Вот эти четыре строки добавляет вот эта штука. Это неплохое нововведение. Особенно с учетом того, что добавляет Microsoft-овский Tile Image. Но я вам покажу, как я справлялся до этого. На самом деле, есть, конечно, платные темы премиум. Например, тема One, на которую мы делали обзор. Тоже смотрите ролик у нас на канале. В которой уже есть прямо в настройках тоже место, куда можно скинуть ссылки на Fav-иконку или на Apple Touch-иконку. Но если мы используем не премиум тему, а нам нужно что-то сделать, то я вам предлагаю поставить плагин Blog Icons. WP Plugin Install Blog Icons. Точнее, теперь-то я вам не предлагаю его поставить, потому что уже этот функционал встроен в ядро. С помощью WP CLI это сделать значительно быстрее, чем заходить куда-то там в админку. Если бы я прописал ключ Activate, то плагин бы сразу активировался. В противном случае, мне нужно сейчас еще написать WP Plugin Activate Blog Icons. Пока он это делает, я зайду в консоль и во внешнем виде, во внешнем виде уже должно появиться Blog Icons. Появилось. Здесь тоже можно поставить ссылки на Fav-икон, на Fav-иконку в админке, кстати, отдельно ее сделать, и на Apple Touch-иконке. То есть здесь все это есть. Это, кстати, плагин от UASTA. И обновлялся он, если мне не изменяет память, лет 6 назад. То есть это очень старый плагин, а функционал такой нужный уже был тогда. Если я посмотрю здесь детали, то... Да, 6 лет назад он обновлялся. Кстати, обзор плагина WordPress SEO от UASTA тоже можете посмотреть у нас на канале. Кстати, вскоре, я думаю, я сниму обзор на новую версию, потому что там очень много что изменилось, и плагин нужный, поэтому я думаю, для комьюнити это будет полезно. То есть вот еще один плагин теперь не нужен из-за нововведений. Кстати, плагин Customizer Remove All Pads, который добавили совсем недавно в директорию. Вы видите, здесь у него всего 16 5-звездочных рейтингов, но зато 5-звездочных. Так вот, он позволяет выпилить абсолютно все следы кастомайзера из админки. Кстати, один из авторов Джесси Питерсон, который на 3-хаусе ведет Genesis Framework, курсы по Genesis Framework. Такой известный чувак в комьюнити. То есть если вам, как и мне, например, не очень нравится то, что превращается в WordPress с уходом в Customizer, то можно поставить этот плагин. Хотя я, наверное, даже и не буду его ставить, но просто как факт, знайте, что это так. И следующее изменение, которое есть в WordPress 4.3, это улучшение в работе редактора TinyMCE, который у нас непосредственно отвечает за редактирование поста в визуальном редакторе. То есть вот этот вот редактор. В нем добавили несколько изменений. Например, можно Markdown теперь писать. То есть если я здесь напишу сейчас WordPress 4.3 изменения, поставлю Enter, он мне автоматически поставит заголовок третьего уровня. Если я сделаю звездочку и пробел, то он сделает список, как это называется, неупорядоченный список. Иконки сайта, улучшенный TinyMCE, улучшенная работа с паролями и многое другое. И, кстати, можно даже делать цитаты. То есть если я, например, поставлю с помощью знака больше, как на GitHub, вот такую штуку, сделаю Enter, то будет автоматически цитата. Кстати, цитата как раз Billie Holiday, женщина, в честь которой назвали этот релиз WordPress. Кстати, для ссылок теперь есть всплывающая подсказочка. То есть она позволяет нам перейти по ссылке, отредактировать или эту ссылку удалить. Отредактировать. Вот такой поп-ап стандартный. Редактирование ссылки появляется. Если говорить об вот этих изменениях, я, если честно, думал, что они коснутся известного плагина FrontEnd Editor, который позволяет писать посты прямо на фронтенде. То есть ты пишешь пост в собственном шаблоне, видишь, как это будет выглядеть. Но почему-то, когда я его активирую, мне пишут, что он работает только между версиями 4.1 и 4.3 альфа. Видимо, между 4.3 альфа и 4.3 релизным существенное количество времени, существенное количество изменений какое-то случилось, что ребята все еще не допилили этот плагин. Я очень хотел узнать, вот этот FrontEnd Editor поддерживал бы Markdown или нет, потому что было бы очень круто. Ну и хочется сказать, что есть еще такой плагин, как TinyMCE Advanced. То есть мы его сейчас можем поставить. TinyMCE Advanced. С ключом Activate. Вот так это делается, если вы не рассеяны. Чуть-чуть подольше это, наверное, будет. Этот плагин добавляет еще огромное количество изменений в стандартный визуальный редактор WordPress, который просто превращает его, ну, почти в Word, что ли. Мы с Никитой в последнем подкасте как раз обсуждали, что теперь у вас будет почти в Word. Но на самом деле без плагина TinyMCE Advanced, наверное, в Word не получится. Но тем не менее, здесь, кстати, можно даже таблицы добавлять. То есть если вы видите, здесь появляется огромное количество менюшечек, файл, новый документ, изменить. Кстати, даже найти и заменить появилось по визуальному редактору. То есть я могу все строки TinyMCE заменить на UwebDesign, например, с учетом регистра. Да, даже без учета регистра. Найти и заменить. Заменить все можно было бы сделать. Вот вы видите, заменилось. Отличный плагин, если у вас контент-менеджеры вспухают от дефолтного редактора. Ну и вот можно даже вставлять таблицу. Выглядит примерно как в майкрософтовских продуктах. Хоп, сразу готовая таблица. Можете в ней писать что угодно. Удобная штука. В дополнение к вот этому уже расширенному функционалу, я думаю, будет полезно. К слову о хорошо восстанавливаемых паролях. Давайте притворимся, что мы забыли пароль. Я оставлю свою почту, на которую мне нужно отправить этот пароль. И мне сейчас здесь за кадром, я надеюсь, очень быстро придет письмо, по которому мне скажут, что, типа, вы забыли пароль. Да, имя пользователя у вас такое, то чтобы сбросить пароль, перейдите по ссылке. Вот такая вот ссылка. И теперь новый пароль. Вот такой вот мне предлагают для того, чтобы поставить для своей учетной записи. Я с удовольствием его задам. Ну и попробуем залогиниться. Не сейчас. Не надо мне этот пароль сохранять. Да, все работает. Если здесь посмотреть ваш профиль. Не знаю. Да, можно новый пароль создать. Именно надежный. Скрыть. Интересно, если я спорю. Да, мой, кстати, классический пароль тоже довольно-таки надежный. Я могу его использовать. В общем, вот такое изменение по работе с паролями. Что касается изменений для разработчиков, здесь тоже есть кое-что интересное. Например, добавили шаблон singular.php. vp-hierarchy-template. Я сейчас загуглю, потому что сайт с иерархией шаблонов, вот этот vp-hierarchy.com. Его даже обновили специально под это дело. То есть здесь немножечко изменили стиль. Добавили вот этот singular.php, который теперь в версии 4.3. Как вы видите, если у вас нету фоллбека для php-hp или single.php, то перед тем, как отваливаться до индекса php, он проверяет, если есть singular.php. На самом деле, это очень логичный шаблон, потому что функция из singular, которая проверяет и посты, и страницы, и посты произвольного типа, она присутствует уже довольно-таки давно, где дыря шаблон, шаблон присутствует только теперь. Кроме этого, был добавлен класс vp-customize-media-control. Как я уже говорил, ролик про кастомайзер есть у нас на канале. А в этом классе, на самом деле здесь написано, что в 4.2.0, но почему-то во всех уведомлениях было написано, что в 4.3.0 его запустили. Так вот, здесь добавили поле аудио, видео и картинки для кастомайзера. То есть, раньше был класс vp-image-control. Вот здесь вы можете видеть проверку. То есть, вот здесь type, data attachment type, проверяется, и в зависимости от этого показывают разные, разные контролы. Класс vp-customize-image-control присутствующий с версией 3.4.0, и сейчас здесь большинство методов уже deprecated, то есть, плавно с него съезжают, я так понимаю, на vp-customize-mediacontrol, он такой более полный, включает в себя все три типа вот этих вот медиа, видео, аудио и картинки. Так вот, вот это, наверное, все существенные изменения вообще в WordPress 4.3, которые здесь есть, и как только завершается цикл разработки одного релиза, начинается цикл разработки другого. Поэтому давайте обратимся к посту на vp-customize-marker, чего ожидать от WordPress 4.4. Посмотрим на список, но я так думаю, что здесь вы видите какие-то знакомые вещи уже. REST API, например, все ждут, что войдет в ядро. Я не знаю, до 4.4 успеют допилить или нет. Мне кажется, если REST API включит в ядро, то это уже достоин WordPress 5.0, то есть такой прям самой мажорной версии. Тем не менее, FILL за API, для работы с кастомными полями, чтобы удобнее написали какую-нибудь штуку. Shortcake UI это плагин, фичер плагин, который уже стал, грубо говоря, претендентом на добавление в ядро, который добавляет нам интерфейс для работы с шорт-кодами. Rig responsive images это плагин для работы с адаптивными изображениями, про который будет отдельный видос у нас на канале. он стоит того. И кроме этого, появились первые уведомления 25 августа, это вчера, по теме 2016. То есть в WordPress 4.4 будет тема 2016. И вот можем посмотреть уже Temmy, это девушка, которая дизайнер этой темы. Она уже выложила скрины, как это примерно будет выглядеть. Здесь вы можете видеть, что обычный блоговый шаблон с сайтбаром и контентной областью, которая, конечно, тут немножечко влево-вправо все сдвигается. Очень так по-газетному, по-журнальному выглядит, если вы видите. Можно View full size нажать, посмотреть поближе. Но тут отрендеренный такой макет с черной рамкой. Я не знаю, может быть, больше дизайна как-то получится. Хотя, в принципе, сейчас все уходит в стандартизацию и минимализм. Все еще уже так долго уходит, поэтому выглядит, в принципе, вполне неплохо. Вот по-разному страницы. У них хедер чуть-чуть другой. Есть цветовые схемы, которые можно переключать. И в том числе, естественно, это адаптивно выглядит на телефонах и на планшетах. То есть меню сворачивается в надпись меню. Это сейчас супермодно. Не использовать hamburger icon, которое, ну, три павочки, а использовать там слово меню или что-то другое, потому что, типа, hamburger icon, она не user experience, непонятно. В общем, вот такой вот обзор WordPress 4.3 получился. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, чтобы сделать обзоры лучше. Мы будем теперь усиленно работать над качеством. И пишите, ждете вы или нет WordPress 4.4, ссылки на все плагины и на другие видосы смотрите у нас в описании. Удачного всем дня, оставайтесь с нами, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и пока.